В Белоярском продолжается судебное разбирательство по делу Марины Мартемьяновой. По версии следствия, женщина сбила двоих пешеходов на обочине, а затем попыталась избавиться от них. Сегодня заслушали ключевого свидетеля с подробностями Яны Юмакаева. Перед началом судебного заседания этот мужчина настоятельно просил журналистов скрыть его лицо и не называть имени. Он один из ключевых свидетелей стороны потерпевших в громком деле о ДТП и преднамеренном убийстве двух девушек. В тот момент, как мы подходили к пешеходному переходу, выехал автомобиль на большой скорости. Ну, вылетел реально. Просто были открыты окна. Человек разговаривал по телефону и кричал громко. Речь о подсудимой Марине Мартемьяновой. Есть видеозапись, как жительница Белоярского за рулем внедорожника словно кегли сбивает пешеходов на обочине и скрывается. Через несколько минут та же машина выруливает на перекресток и повторно наезжает на пострадавших. По словам свидетеля, в промежутке между этими событиями подсудимая говорила по телефону со своим мужем, который по стечению обстоятельств проходил мимо очевидца. Я услышал, что сказал, ну, он четко, ясно, скорее всего, эта запись сохранена, ну, в единой службе спасения, что дура, вернись, тебя никто не посадит. Ранее муж Марины Мартемьяновой заявлял в суде, что разговаривал с женой только после ее задержания. Это нестыковка и насторожило потерпевших. С их слов Николай Мартемьянов в прошлом полицейский, что сейчас, по их мнению, может сыграть обвиняемой на руку. Я боюсь, что Мартемьянова сбежит от наказания, так как уже чувствую, что защита со всех сторон тут хорошо построена. Вообще я борюсь за правду, за справедливость, и мне не нужна всякая кровь, но человек должен ответить за свои содеянные поступки, как бы это тяжко ни было. Поступок Марины Мартемьяновой чуть не стоил жизни Юлии Ладыгиной и Ксении Шумковой. В первом часу ночи 6 апреля девушки в сопровождении молодых людей возвращались домой от друзей. На них были куртки со светоотражающими полосками, да и шла компания под светом фонарей. Мы шли по обочине, по правилам дорожного движения, и больше я ничего не помню. Все резко произошло, я ничего даже не поняла, просто начнула с больницы, о происходящем узнала от мамы, от друзей и все. Ксения Шумкова – та самая девушка, по которой еще раз проехала подсудимая, вернувшись на место ДТП. Студентка не так давно отказалась от костылей. У нее был перелом таза и черепно-мозговая травма. Ее подруге Юлии Ладыгиной повезло не больше, у нее перелом позвоночника. Девушка проходит дорогостоящее лечение. Бывает, правда, головокружение, но сейчас я пью препараты очень сильные, чтобы голова меньше кружилась, и они довольно помогают. Также пью обезболивающее очень много, и из-за этого, получается, проблемы сейчас еще с печенью появились, из-за того, что много таблеток. По словам пострадавших, Марина Мартемьянова до сих пор не принесла им личных извинений. В зал суда женщина приходит при полном параде. Свежий маникюр, макияж, прическа совсем другой. С потекшей тушью и распухшим от слез лицом ее описывали в материалах дела очевидцы. Там же данные экспертизы, которая подтвердила, что подсудимая была за рулем пьяной. Было проведено ее освидетельствование. И прибор показал наличие состояния алкогольного опьянения в момент, когда она находилась за рулем. В случае, если ее вина будет доказана, это будет являться одним из очищающих виновстоятельств. Сама Марина Мартемьянова произошедшее никак не комментирует. Женщина, если и говорит, то только со своими адвокатами. Их у нее, к слову, двое. Сразу после заседания отправляется домой. Правда, под арест. Там она в окружении мужа и двух дочерей будет дожидаться следующего слушания. Яна Юмакаева, Валентин Саблин. События ОТВ.